Глава 8 Полночь приближалась мучительно недленно. В сумасшедшем доме было тихо, и только изредка в коридоре слышали шаги служителей. В комнате летчиков было только маленькое окошко под самым потолком. Дверь из толстых дубовых досок запиралась снаружи. Доктор Таре предоставлял полную свободу своим тихим пациентам днем, но он же заботился и о том, чтобы ночью они оставались в своих палатах. Через дверь глухо донесся бой больших часов, стоящих в холле. Ту Хокс насчитал 24 удара. Полночь. Маленькое сдвижное окошечко в двери открылось, и оба пациента вздругнули. Ту Хокс сквозь приоткрытые глаза видел конус света от карманного фонарика, скользящий от кровати у Брайана к его собственной. В окошечке было видно широкое лесо – Кайзета. Ночной служитель делал обход. Окошечко закрылось. Ту Хокс слез с постели и подошел к Брайану. Тот, тихо посмеиваясь, встал. «Ты думал, я буду спать в такую ночь?» Они оба были одеты. Им опять ничего не оставалось делать, как ожидать дальнейшего развития событий. Ту Хоксу вдруг захотелось, чтобы его пистолет был с ним. Они молча сидели на кровати. Ждать пришлось недолго. Не пробило еще и половины первого, когда в коридоре послушался сдавленный вскрик. Быстрые и приближающиеся шаги. Потом кто-то сдвинул засов двери. Ключом или отмычкой открыли замок. Запор отошел. Дверь распахнулась. Ту Хокс с Брайаном поднялись, не зная, что их ждет – спасение или смерть от пули. Снаружи появились шестеро человек в масках. Судя по одежде, это были местные жители низшего класса. Четверо сжимали в руке револьверы, у остальных были ножи. — Ту Хокс и Брайан? — Крипо спросил один из них. Он говорил с сильным акцентом. Ту Хокс кивнул. — Дайте нам оружие, револьвер или хотя бы нож. Вам оно не понадобится. Теперь быстрее, у нас мало времени. Двое побежали вперед, чтобы охранять вход. Мужчина, говоривший басом, медленно приказал следовать за ним. В конце коридора, в лужей крови, лежал ночной служитель Кайзета с открытыми глазами и ртом. Лицо его было серо-желтым. — Зачем они его убили? — огорченно сказал о Брайан. — Бедный парень. Я не понял ни одного слова из всего того, что мне рассказывал, но ему удалось рассмешить меня. Это был хороший человек. — Не болтайте. Резко оборвали его. Они спустились по лестнице и направились к выходу. Охранники сообщили, что впереди дорога свободна. Тухокс с Абрайаном последовали за остальными бладланцами и вышли через веранду наружу. Город у их ног лежал в глубокой темноте. Только кое-где просвечивали одинокие окна. Луна скрылась за облаками. Они спускались по широкой лестнице. Слева от нее на подъездной площадке ждали два автомобиля. Как только двое сопровождающих оказались внизу, в кустарнике что-то блеснуло, и ночную тишину разорвал звук выстрелов. Тухокс сбил О'Брайана с ног и бросился по ступенькам лестницы вниз. Удар о земле был таким сильным, что у него перехватило дыхание. Чуть оправившись, он откатился в сторону. В тень под веранду. Из кустарника продолжили стрелять. Один из бладуанцев неподвижно лежал у лестницы, а другой рядом с ним вел ответный огонь. Тухокс предположил, что нападавшие – перкунские агенты. Они пришли с теми же намерениями, что и бладуанцы, но несколько опоздали. Наверху кто-то вскрикнул, и через секунду грузное тело рухнуло на землю рядом с О'Брайаном. Остальные бладуанцы отстреливались, укрывшись за перилами веранды. Перкунцы, если это были они, похоже, поняли, что захватить чужаков не так-то просто, и перебрались поближе к машинам. В доме вспыхнули огни, и все, кто был на веранде, превратились в великолепную мишень. Один из бладуанцев хотел нырнуть в безопасность кустов и клумб, но его тут же подстрелили, и он повис на перилах. Его револьвер упал на землю недалеко от Тухокса. Человек у подножья лестницы тоже затих. Тухокс подобрал револьвер и подполз к двум ближайшим убитым вадуанцам. Используя тела как укрытие, обыскал их сумки и карманы и нашел множество маленьких коробочек. Открыв одну из них, он ощупал плотно упакованные патроны. У патронов были картонные гильзы и медные капсули. Тухокс забрал револьвер у убитого и сунул его в карман, но сначала проверил оружие и заполнил шесть пустых камер новыми патронами. Позади него стонал и охово Брайан. Тухокс отполз к нему в тень. — Я ранен, — хрипел сержант. — Рука онемела, я истекаю кровью. — Не говори глупостей, — сказал Тухокс. Он ощипал левую руку Брайана, она была плажной и теплой. — Со мной все кончено, — бормотал Брайан. — С каждым ударом сердца я становлюсь все слабее и слабее. — Перестань скулить, — сказал Тухокс. — Мне кажется, ты считаешь, что умрешь только потому, что тебе этого хочется. У тебя всего лишь ранение в мягкую часть руки и не очень глубокое. — На, держи. Он вытащил второй револьвер и сунул Брайану. Тот спрятал его в карман. — Хорошо тебе говорить, ты не ранен. Тухокс поднял голову и осмотрелся. На веранде осталось два человека. Один из бладуанцев обернулся, чтобы выстрелом разбить лампу в доме позади него, но не успел. Его настигла пуля. Мужчина наклонился вперед и упал на пол, а его рефлекторно сделанный выстрел попал в оконную раму. Другой бладуандец побежал к углу здания. Он бежал низко, пригнувшись, а пули противников градом щелкали по штукатуре на стене. С самого угла он скинул вверх руки, упал, вытянувшись во весь рост, и так и осталось лежать. — Тех за машиной осталось еще двое, — прошептал Тухокс у Брайану. Похоже, они получили приказ схватить нас живыми или мертвыми. После такой перестрелки и неразберихи они наверняка убьют нас, как только обнаружат. Он посмотрел в сторону машины. Если там и были люди, то они ничем себя не выдавали. Зато в сумасшедшем доме царило оживление. Хлопали двери, раздавались крики, виск, и наверняка кто-то из персонала уже вызывал полицию. А если нет, то она сама явится сюда с минуты на минуту. Такую пальбу сложно оставить без внимания. Тухокс ждал. Брайан снова начал стонать. — Тише, тише, потерпи! — попросил друга Тухокс. Он еще раз подполкс к мертвому у подножья лестницы и забрал у него длинный нож. Из-за машины выглянул человек и побежал к углу веранды. Тухокс не стрелял. Он хотел бить наверняка, а в темноте из такого расстояния это было почти невозможно. Тухокс бесшумно вернулся в укрытие и стал наблюдать за чужими агентами. Из-за машины показался еще один, осмотрелся и побежал к другому углу веранды. Туда, где в кустах прятались летчики. Тухокс крепко сжал нож, когда агент приблизился, выскочил навстречу и ударил. Агент захрипел и упал. Вытащив нож, Тухокс снова отступил в тень веранды. Второй агент тихо окликнул своего товарища. Тухокс также тихо и неразборчиво пробормотал в ответ несколько перконских слов. Агент, казалось, ничего не заподозрил и покинул свое укрытие. Тухокс уверенно пошел ему навстречу. Он надеялся, что в такой темноте его примут за своего. Но незнакомец что-то крикнул и выстрелил. Тухокс успел броситься на землю, пуля просвистела над ним. Агент побежал к машине. Тухокс бросился следом и настиг его, когда тот уже сел в машину. Стекло со стороны водителя было опущено и не представляло собой никакого препятствия. Нож пролетел через окно и вонзился в шею противника. Тухокс вытащил труп из машины и тут же забрался на место водителя. К счастью, в библиотеке Таре он не раз видел изображения автомобилей и схемы их управлений. Но на практике все обстояло иначе. По бокам водительского сидения было два коротких рычага. Правый регулировал скорость и направление движения, а левый заменял руль. Тухокс довольно долго дергал рычаги, пытаясь заставить машину подчиняться. Наконец он осторожно поехал вперед, направляя локомобиль к тому месту, где лежал на земле Обрайн. Тухокс остановил машину и начал щелкать тумблерами на панели управления, пытаясь включить фары. Сначала заработали стеклоочистители, потом зажглись маленькие габаритные огни. Их оказалось достаточно, чтобы осветить фасад сумасшедшего дома, трупы на веранде, лестницу и подъездную дорогу. Тухокс позвал Обрайана, который с трудом поднялся и равнодушно направился к автомобилю. «Куда мы теперь едем?» – спросил он Тухокса, забравшись в машину. Тухокс сам не знал этого. Он изучал указатели на панели управления. Они состояли из стеклянных цилиндриков с градуировкой, в которых красная жидкость находилась на разных уровнях. По-видимому, по ним можно было следить за наличием и количеством топлива, воды, уровнем давления и температурой пары. Указатели воды и горючего стояли на отметке по луну. О показаниях температуры и давления пара Тухокс судить не мог и решил полностью положиться на предохранительный клапан. Он направил машину на крутую и зверистую дорогу, ведущую к городу. Из-за облаков появилась луна. Тухокс выключил фары и поехал по дороге, освещаемой лунным светом к подножью холма. Обнаружив дорожный указатель, он вышел из машины, чтобы прочитать его. В этом мире было очень мало названий улиц и дорожных указателей. И то, что здесь вообще стоял указатель, говорило, что где-то рядом главная дорога. В населенной части города чужак должен был или иметь при себе план города, или все время спрашивать дорогу, чтобы найти нужный ему дом. Тухоксу приходилось видеть план города Эстоквы, и он постарался запомнить расположение и направление основных улиц и дорог. Сейчас они, судя по всему, находились в нескольких кварталах от главной дороги, ведущей на восток. Он забрался в машину и медленно поехал дальше. Через несколько минут они достигли того места, где их дорога вливалась в главную транспортную артерию этой части города. Она была заполнена беженцами. Мужчины, женщины, дети, старики с узлами, рюкзаками, чемоданами, телегами, лошадьми, быками, ручными тележками. И среди этой толпы несколько грузовиков, тоже перегруженных скарбом. На первый взгляд, эта процессия оказалась стихийной и неуправляемой. Но после того, как Тухокс ввел автомобиль в бесконечный поток людей, животных и транспортных средств, он увидел, что через каждые 500 метров стоят солдаты с карбидными лампами или ручными фонариками в руках и управляют движением. Первые постовые не останавливали их локомобиль, но Тухокса волновал вопрос, что же он будет делать, если их остановят и потребуют документы. Без документов их арестуют и, может быть, даже расстреляют. Так что он дождался богоприятного момента и при первой же возможности свернул на отходящую в сторону от главной грунтовую дорогу. «Это необходимо, мы должны были это сделать», – сказал он Абрайану. «Оставаться на главной дороге было рискованно. Надеюсь, теперь мы не попадем в переплет». «Мне все равно», – простонал Абрайан. «Я медленно, но верно истекаю кровью и больше ничего не могу с этим поделать. Я умираю». «Я не думаю, что все настолько плохо, как тебе кажется», – сказал Тухокс. Но через минуту остановил машину и при свете карманного фонаря, который нашел в ящике под сидением, обследовал рану своего друга. Как он и ожидал, рана была поверхностной и не опасной. Чуть побольше, чем обычная царапина и немного кровоточила. Тухокс перебинтовал ее чистым носовым платком Абрайана и поехал дальше. Поведение Абрайана заставило его задуматься. «Сержант был хорошим солдатом, способным, храбрым и всегда пребывал в хорошем расположении духа. Но с тех пор, как стало ясно, что не в чужом мире, он изменился. Он постоянно думал о том, что скоро умрет. Тухокс считал, что это происходило из-за постоянного ощущения полной изоляции, оторванности и одиночества. У Брайан был чужим в этом мире. Он не понимал его. И обычно жизнерадостного сержанта одолела такая сильная ностальгия, какой, казалось, не испытывал еще ни один человек ни на одной земель. Он буквально убивал самого себя. Тухокс в какой-то мере понимал друга. Чувство утраты у него тоже было велико, хоть он и меньше страдал от этих изменений, если все это можно назвать просто изменениями. Как потомок представителей двух несовместимых культур, находящихся в упадке, он не принадлежал ни к одной из них и с недоверием относился к ценностям и моральным понятиям как одной, так и другой. И, по сути дела, в своем родном мире был чужаком. Кроме того, по натуре он был более гибким, чем у Брайан. Тухокс смог перенести потрясение, шок перемещения, приспособиться и верил в то, что он сумеет даже преуспеть. Как только появится возможность. Но он беспокоился об Брайане.